Бессмертные души 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 знаете нет один два три прошу путник тоже около путешествий отрекшийся манага отрекшийся манага нет странствующий странствующий нет сбежавший нет два три четыре изгнанный мимо 5 отключаю поле внимание правильный ответ послушник или же не служащий монах а во втором значении пришелец чужеземец то есть странник возможно подошло бы но у меня его не обозначить вопрос нельзя счет по-прежнему 0 1 продолжаем тема лермонтов остается внимание вопрос какой ангельский чин носил демон когда он был ангелом в поэме демон прошу архангел мимо серафим а о близко близко очень есть серафимы а есть они самые приближенные богу ангелы серафимы и они а я так надеялся один два три прошу это глупо но серафины и это там чуть начало про другой три четыре левиафан а вот пошли сериал я дал ты игрок но одесса хорошая 4 прошу синий арт сирии нет мимо 5 отключая игровое поле обращаемся к залу прошу правильно абсолютно верно херувим херувим в каком городе и от чего умер антон палыч но вопрос повышенного уровня сложности от туперкулеза а а где в каком городе спасибо за диагноз до туперкулез москве москва хорошая версия нет а синий город в ростове-на-дону ростов-на-дону нет петербурге петербурге нет нижний новгород нижний новгород ну ладно могу сделать подсказку это не в россии париж мима минск интересная версия в польше а в каком городе польши подождите капитан перед вами варшаве варшава мимо то есть вы знаете ставить слов окей прошу кто нажимал киев киев мимо крака краков ухтыш круто надо не совсем больше ребята другая государства а в италии мимо один два три синего берлин а мимо может быть где-то в молдове мимо зеленый город нажимал озвучивай лондон мимо германия германия какой город мимо 5 франкфурт франкфурт мимо отключаю игровое поле все город называется паддумвейлер ну да он такой непопулярный но главное что мы сами чуть поиграли счет я не ошибаюсь 0 1 да по прежнему спасибо большая команда книга любых ваши магические свойства наложились на эту игру это правда лжеб еще одна вами любимая тема кто автор строк слов то есть я дипломирую вы догадываетесь или выдвигает версии авторство кто автор строк если тьмы тевтонцев или батыя нашли конец на родине моей то нынешняя гордая россия сто крат еще прекрасней и сильней и в свадке самой лютою войною прошу фет фет мимо она и от сумела превозмочь тому порукой города герои в огнях салюта в праздничную ночь проживу не бунин мимо северянин еще раз северянин северянин нет блок блок тоже нет прошу лермонтов лермонтов тоже нет ну про города герои ребят лермонтов что маяковский маяковский мимо прошу пушкин ребят того порукой города герои в огнях салюта в праздничную ночь и в свадке самой лютою войною она и от сумела превозмочь то есть о чем речь речь о великой отечественной давайте жуков жу георгий константинович который маршал хорошая салтыков щедрин эти еду почему каждая версия имеет место быть еще раз жуковский который жуковский во времена пушкина которые ребята что это почти наш современник бунин бунин мимо прошу есенин есенин нет 1 2 3 4 5 отключая игровое поле внимание правильно ответ эдуард аркадьевич осадов продолжим тема остается прежней кто автор строк слов внимание вопрос выхожу один я на дорогу сквозь туман хремнистый путь блестит ночь тиха пустыня внемлет богу и звезда пушкин пушкин гумилёв гумилёв хорошая версия нет прошу лермонтов лермонтов это правильно счет 11 спустя несколько вопросов хорошо идем ребята отлично продолжим тема задачи процитируйте продолжите то есть от обратного если там я читал теперь вы будете что продолжите фразу если первая часть звучит так служить бы рад прислуживаться нужно правильно счет 21 александр николаевич островский автор произведений гроза беспредельница николай алексеевич островский автор романа который стал для нескольких поколений советских людей символом мужества доблести чести и непокорности к судьбе эта книга про человека который целиком и полностью отдал себя родине обществу и благому делу коммунизма даже когда главный герой лишился рук ног глаз он не сдался а с помощью изобретенного им трафарета начал писать книгу говоря коротко смысл книги нельзя сдаваться назовите наименование произведения напоминаю написал островский тема двадцатый век нельзя сдаваться человек несмотря на все испытания жизни судьбы все перипетии он находит выход из ситуации вот когда эта фраза тоже название данное именование произведения уже давно ушли в народ стали крылатой фразы и когда мы видим как скажем так человек несмотря ни на что превозмогая все боли и сложности трудности и препятствия делает он говорят вот так вот там несколько слов название 1 2 3 4 синий игрок сильный человек мимо к сожалению 5 отключаем игровое поле прошу как закалялась сталь слышали да надеюсь но фразу как минимум не думаю услышал назовите произведение откуда эти строки изведал враг в тот день немало что значит русский бой удалый наш рукопашный бой земля трослась как наши груди смешались в кучу кони люди маратина параде но абсолютно верно внимание вопрос ай знать она сильно что лает на слона какая кличка у собаки в басне прошу моська моська правильно ай моська ай знать она сильно что лает на слона внимание вопрос счет 3 2 она писала о себе что родилась в один год с чарли чаплином крейцеровой сонатой толстого мимо и эйфелевой башни она стала свидетелем смены эпох пережила две мировые войны революцию и блокаду ленинграда назовите ее ахматова ахматова ну логично ахматова ну логично столько уже играете уже профессиональные интеллектуальные игроки как так можно не догадаться то а молодцы счет 3 3 догнали вас надо собраться тем обо всем остается внимание вопрос она родилась в селе в воскресенском 21 апреля 1000 цветаево гиппиус кто гиппиус это кто зинаида ахматова ну а может цветок имеет ввиду откуда ж не знает еще версии будут или я продолжаю ахматова нет ахматова предлагаю вам послушать она родилась в селе в воскресенском 21 апреля 1758 года в семье крепостных крестьян Родиона Яковлева и Лукерьи Кирилловой родители назвали девочку Ириной или Ириньей вот на 1792 году ее взяла на работу Мария Каннибал а позже по рекомендации она попала в семью военного где родилась старшая дочь Ольга друзья гостившие у одного из членов семьи называли ее веселой собутыльницей хотя конечно очень трудно заподозрить ее злоупотребление алкоголем а мы предупреждаем и напоминаем вам что употребление алкоголя вредит здоровью является пакутной привычкой кто же она 1758 год Мария Каннибалова кто это все такие родилась в семье Родиона Яковлева и Лукерьи Кирилловой Арина Родиона Арина Родиона молодец просто я не мог вас видеть прям вам круто я прям не знаю настроение поднялось я просто так рассчитывал что вопрос ответит смотрите Родион Яковлев Лукерья Кириллова Мария Ганнибал это бабушка по материнской вине Александра Сергеевича то есть уже три человека которые могут дать информацию четвертое действие грозы Островского происходит на фоне фрески в галерее разрушенного здания что изображено на стене кто тут предательство предательство лес лес предательство в лесу обрыв 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 мимо подождите я увидел темное давайте мимо война еще раз война война военные действия нет кто синий гроза вы считаете нет темное царство нет еще кто-то нажимал море море нет дворец давайте еще раз прочитаю вопрос там ничего такого этого не знаешь не придумаешь четвертое действие грозы Островского происходит на фоне фрески в галерее разрушенного здания что изображено на стене ребят делаю подсказку фрески они как бы ближе свойственны к изображению в домах господа и соответственно тематика религиозная пишу тайное тайное совещание иисус а тайная вечеря это хотел сказать кто был потом давайте мозаика ну мозаика это стиль образ а что изображено действие икона икона какая чья кто изображалась святой николай икона богоматери икона божьей матери мимо кто зеленый или зеленый здесь синий был божественная кара интересно распятие мимо ангел в ответе два слова ну что еще религия это не только про ангелов про иконы про святых падение архангелов во уже ближе куда в произведении микеланджело как бог и смертный пальцами а да 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 как это забыл как он назвать да я понял о чем ты этот момент да падение в тьме интересно нет ну куда куда так вот там падение в бездну падение в ад ближе нет там я так же хотела понимаете почему я всегда в хорошем настроении просто такие крутые инверсивы честно я не знаю я бы догадался или нет этот вопрос писал мне я мне его подсказали но вопрос хороший падение на землю нет один два падение в костер три четыре пять отключай спасибо капитану аплодисменты что она издается давайте с вами вы первая гиенна огненная ну что внизу находится к этому отсылку ну ладно спасибо большое друзья честно признаюсь с большим трудом установил авторство данных слов но вы будете удивлены если догадаетесь кто же все таки автор внимание вопрос кто автор стиха басни шли однажды через мостик жирные китайцы впереди них задрал мостик торопились зайцы вдруг китайцы закричали стой стреляй ах ах зайцы выше хвост задрали и попрятались в кустах чехов еще раз чехов антон павлович правильно антон павлович чехов счет становится 3-5 команда книголюба одерживает победу в игре за третье место занимает третье место команда 140 сон занимает четвертое место очень интересная сложная друзья игра я вас поздравляю уважаемые коллеги педагоги дорогие ребята организаторы я рада приветствовать вас на литературной телевизионной олимпиаде школьников карачаева черкесской республики от имени министерства образования и науки от себя лично я вас сегодня приветствую в таком красивом зале я хочу сказать что эта олимпиада проходит у нас впервые в республике но она уже сегодня заслужила особое внимание среди школьников нашей республики и учителей русского языка и литературы я очень надеюсь что эта олимпиада получит свое продолжение и она станет ежегодной среди наших учащихся республики я отдельные слова благодарности и признательности хочу выразить организаторам данной олимпиады я видела как у них горят глаза насколько они болеют русской литературой поэтому я думаю это олимпиада получила вот такое вот сегодня призвание и признание среди вас дорогие ребята я уверена что здесь собрались лучшие знатоки русской литературы в нашей республике потому что вы уже являетесь полуфиналистами и сегодня представляете свои муниципальные образования и свои общеобразовательные организации каждому из вас я желаю победы пусть сегодня в финале победит умнейший ну а мы должны быть с вами наследователи наследники наследники культурные культурных традиций и культурного наследия того большого что есть в нашей России и гордиться этим если мы будем с вами гордиться то будут гордиться и наши дети спасибо за то что вы проявляете такой большой интерес к русской литературе читайте учите и будьте счастливы если позволите еще несколько слов я скажу что глава Карачаева Черкесской Республики Рашид Борисбиевич Тимрезов уделяет пристальное внимание ребятам способным ребятам и в этом году у нас сформировался центр новый для талантливых и одаренных детей где детей выявляют сопровождают и направляют на те или иные направления в том числе у нас есть и научное направление если вы слышали и мы с радостью вас приглашаем в данный центр для талантливых и одаренных детей как раз таки этот центр функционирует для учащихся с 5 по 11 класс этот центр в том числе работает и на регулярной основе когда до 21 дня вы можете пребывать в данном центре все 24 часа в сутки при этом углубленно изучать тот или иной предмет который вас увлекает больше всего и при этом не забывать об общеобразовательной программе поэтому мы вас ждем в нашем центре и позвольте от главы Тарачаева Черкесской Республики каждому из вас в канун новогодних мероприятий преподнести сладкие новогодние подарки и всем вам поскольку вы являетесь уже вышли в полуфинал предоставить сертификаты на посещение города Пятигорска в рамках клуба выходного дня вы можете дружной командой поехать и посетить дом-музей Лермонтова место до Лермонтова и погулять по Пятигорску а также сегодня команда победитель будет награждена путевками в лучший летний оздоровительный лагерь нашей республики поэтому старайтесь у вас все получится это только начало всех благ ребята что да 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 друзья как и было сказано сейчас вручаем сертификаты выходим дружно командой капитану ина владимировна вручь сертификаты конечно как было озвучено да сладкие подарки начнем итак сертификат вручается команде финалисту литературной телевизионной олимпиады среди школьников карачаево-черкесской республики бессмертные души который предоставляет право на обеспечение малозатратным видом отдыха а именно клуб выходного дня в 2023 году соответственно ну что начнем сож поселка правокубанский вот они ребята справа от меня прошу вот капитан да 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 всей командой выходим ребята это такой же сертификат клуб выходного дня город пятигорск вручается команде аула эркин халк сош имени санглибаева отправляемся дальше аналогичный сертификат клуб выходного дня команда которая представляет школу номер один станицы зеленчукской аплодисменты хорошо еще одна команда сертификат клуб выходного дня город пятигорск команда представляет сош аула сары тюз слава в